Самыми популярными во время трапезы напитками римлян всех слоев населения были вода и вино. 397. В Древнем Риме вино было продуктом массового употребления и экспортировалось во все уголки империи. Перевозилось обыкновенно в амфорах, по Европе также в бочках. В период расцвета империи вино повсеместно развозили в бочках. В Риме употреблялось как местное, так и привозное вино. Высоко ценилось старое, выдержанное вино. Технологию выращивания винограда и приготовления вина римляне в основном заимствовали из греческого опыта сорта вин. Популярным было красное вино, однако среди лучших изысканных вин присутствовали и белое, цикубское и фалернское. По вкусу римлянам было сладкое вино, вином дэлс. Некоторые хозяйства производили прайдулс. Римляне знали как приготовить из темного вина более светлое благодаря хранению. В книге «Пицца Дерека Квинария» описывается рецепт ускорения этого процесса. По вкусовым качествам было известно множество сортов, которые в общем можно разбить на категории. Вином астерум – сухое. Вином тенью, возможно, полусухой. Вином дэлс – сладкое. Римляне различали по цвету белое и красное вино, плиний, однако различают четыре категории вин. Вином олбум – белое, вином флувум – желтой, вином сангвинеум – кроваво-красное, вином нигрум – черное. Сорта по регионам римлянам были известны и следующие сорты вин. Альбанское вино – вино с альбанских холмов к югу от Рима. Масикское – со склонов горы Масикус в компании. Соррентийское вино – вино из Сорента, недалеко от Помпеи. Фалернское вино – первоклассное белое вино из компании. В конце республики и первом веке Н.Э. Фалернское вино янтарного цвета считалось самым благородным сортом. Цикубское вино – белое вино хорошего качества из Каякабум к югу от Рима. Приготовление вина. При употреблении вина в качестве напитка оно обычно разбавлялось водой, а неразбавленное вино употреблялось прежде всего в кулинарии. Например, при изготовлении соусов некоторые римляне также пили вино по греческому обычаю, то есть неразбавленным. Некоторые народы, по мнению римлян, также употребляли вино неразбавленным, например, фракицей с кифой. Соотношение вино и воды варьировалось в зависимости от личных предпочтений хозяина дома или заведения. Соотношение составляли 2,5,1,2,1,3 и 1,4. При этом смесь добавлялась значительно больше воды, чем, собственно, вина. Вино в пропорции одно. Одно считалось крепким и приготовливалось, например, для сатурналей. Летом вина охлаждали льдом из специальных погребов или в амфорах с двойными стенками, которые заливалась вода для охлаждения. Зимой вино часто подогревали в сосудах, похожих на самовар. Вина разливали не сразу из амфуры в бокал или чашу, а перед подачей пропускали через бронзовое сито, чтобы очистить напиток от примесей и специй. Вино, заказанное в пятийном или другом заведении быстрого питания, посетителям подносили уже разбавленным водой. Многие вина, особенно ароматизированные, хранились в загустевшем виде. В чистом виде такое вина имела вязкую консистенцию и высокое содержание алкоголя. Таким образом, вина в винных погребах походили на сироп и при оптимальных условиях содержали от 1-6 до алкоголя. Винные напитки. Из винограда приготовлялись также различные винные напитки. Пассум, вино из сушаного винограда, дифрутум или сапа, проваренные виноградные морсы, лора, легкий алкогольный напиток из виноградных выжимок. Выжимки смешивали с водой и снова прессовали. Полученный напиток как можно быстрее употреблялся, так как очень быстро превращался в уксус. Легионерам поставлялись виноградные выжимки, так что они сами могли варить себе такой напиток. Если лора превращалась в уксус, то из нее еще можно было сделать посткоуксусную воду. Плиний называл орвином операриум. Вино работников. Рабы Катона получали в течение трех месяцев после сбора винограда такое вино, прежде чем им выдавалось настоящее вино. Особой популярностью пользовался медовый винный напиток «Мульсум». Напиток темно-красного цвета из свежего виноградного сока и меда в пропорции 4.1. «Мульсум» способствовал, по представлению римлян, пищеварению, продлял жизнь в теплом виде, помогал при поносе. Также существовал рецепт наподобие современного глинтвейна, кандитум, парадоксум, смесь из вина, меда, перца, лаврового листа, фиников, мастиковой смолы и шафрана, которая несколько раз варилась и употреблялась в горячем или холодном виде. Ароматец. Десертные вина. Вина со специями. Производили большинство потребителей и хозяева заведений по собственным рецептам с добавлением пряностей. Вина со специями ценились в медицине. Например, вино с добавкой морского лука применялось от хронического кашля. Желая придать вину более сложный вкус, иногда к нему добавляли лепестки роз или фиалок, перец, листья алоэ или ягоды мирта, можжевельник, лавровые листья, ветви кипариса, полыни или даже благовоние. Кроме того, использовались они с укроп, фенхель, мята, фисташки. Другие добавками могли быть морская вода и свинцовый сахар для соленой или сладковатой ноты, гипс. Тертый мрамор и глина увеличивали кислотность вина. Хранение вин. Среднее время созревания вин составляло 15 лет. Многие амфоры хранились в подвалах более длительный срок. Изысканное вино, предназначенное для массового потребления, хранилось около 3 до 4 лет. Информацию о вине писали сначала на стенках амфор и стершаяся надпись «Служила вину лучшей рекомендацией». Разлитая по амфорам вино хранилась на чердаках в дымоходах. Перед употреблением его доставали и какое-то время хранили в винном погребе. Лучшим возрастом для вина считались от 15 до 20 лет. Лучшим винным годом считался апимеанер. Урожай фалернского вина. Сбора 121 года до н.э. Обильный урожай в тот год был исключительного качества. Некоторые амфоры этого вина просуществовали и 200 лет спустя. Плиний пишет, однако, что это вино нельзя было пить, так как оно имело вкус горького меда. Качество вин достигалось только после нескольких лет хранения, а иногда и десятилетий. Сурентинская дозревала в течение 25 лет. Фалернская и Альбанская хранились до 15 лет. Сабинская оставляли в подвалах на 7 лет. И Куманская и Номентанская 5 лет. Цены. В Помпеях кубок простого вина стоил 1 ас. Более хорошего качества 2 аса. Фалернское вино 4 аса. Вино из виноградных выжимок было еще дешевле. Культуру употребления вина. Вину употребляли в больших количествах. Например, в лагере легионеров Виндоу Ланда в Британии на день рассчитывалось 73 моде вина на 500 человек. На комиссейша пирушки, которая устраивалась после ужина по особым случаям или беса длилась часто до рассвета. Иданием костей выбирался магистр или орбита пятия или царь, который устанавливал пропорции смеси вина и воды. Магистр также следил за тем, в какой последовательности или начиная с любого другого гостя и сколько каждый присутствующий должен был выпить. Предлагал гостям произнести тосты, давал знак наполнять чаши. Тосты произносились в том числе в честь императора или других отсутствующих важных людей. Обычным тостам было пожелание всех тебе благ. Иногда присутствующие должны были выпить столько маленьких кубков, сколько букв насчитывалось в имени хозяина. 345. К комиссейша гости надевали венки из цветов или листьев плюща и мирта. Сталы посыпались лепестками цветов, фиалок, лили и роз. Гостям подносились благовония, которые наносились на руки, лицо и волосы. Вино, особенно для больных и стариков, советовали разбавлять теплой водой. 343. Также были известны последствия чрезмерного употребления алкоголя. Плиний Старший пишет о зависимости от алкоголя. Когда человек теряет разум и смысл жизни, совершаются преступления. Признаками алкоголизма считалась привычка употреблять неразбавленное вино и пить вина на пустой желудок. 14. С. 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 Вино в римской литературе. В различных мифах имя Диониса получает разные эпитеты. Шумный, несущийся, гремящий, лекущий, носитель шкуры и многие другие. 15. Вольт романе Петрония. Мальчик раб предстоит перед гостями в роли Вакхана Пируутри Молхиона то шумным, то освободителем. Дионис освобождал по мнению поэтов и писателей от общественных рамок, освобождал душу и тело. Так поэт Тибулаль рассматривал начало танца именно в этом освобождении. В античной литературе описываются способности вина освободить человека от тоски и забот, забыть безнадежность и душевные муки. Несмотря на все освободительные качества вина, авторы не забывают напомнить и об опасности быстрой ссоры, особенно, если выпить более трех кубков. О разборках и ссорах на почве злоупотребления вина писали ювеналы Петроний. Как следствие чрезмерного употребления вина описывается легкомыслие и преувеличенная смелость и как следствие ссоры, рукоприкладство и ранения. Опасными римляне считали пирушки скифов и фракийцев, так как по представлению римлян эти народы пели вина неразбавленным, и поэтому служили для римлян и греков символом варварской неумеренности. В то же время вина и литература неразлучны для большинства поэтов. Так Гораций пишет, что стихи, написанные после выпитой воды, ничего не стоят. Авиди описывает себя как поэта Вакха. Вино также может воспламенить бессмысленную любовь, то есть ту, которая в трезвом виде не могла бы никогда случиться. Авиди пишет, что вино подготавливает для любовного чувства сердца и открывает их. Апули пишет о свойстве вина разжигать страсть. Вместе с тем поэты часто дают совет вином залить несчастную любовь. Авидий называет вино лекарством любви. Цезарь писал, что бельгийские нервы и германские свевы не допускали у себя распространения вина, так как считали, что вино ослабляет человека и размягчает его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok